МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театров в мире много. В одной только России их по статистике более 600. Но есть среди них стоящие отдельно. Он – визитная карточка страны. А потому и спрос с него особый. Если гастроли за рубежом – это всегда большие гастроли. Если премьеры постановок – это большие премьеры мирового масштаба. Если скандалы или провалы – тоже не мелкого калибра. Такая уж планета у него быть в центре мировой культурной жизни. Большой театр – это наша страна в миниатюре. И здесь и богатейший творческий потенциал, и свои подводные течения, политика, бизнес. Многие успешные директора мечтали возглавить Большой. Но доверяла власть такой бриллиант исключительно личностям государственного масштаба. Уж больно работа ответственная. И вписать свое имя в историю Большого театра удалось далеко не каждому из руководителей. Владимиру Урину удалось. Об Урине ходят легенды. Он умеет вывести театр на качественно новый уровень. Так получилось с музыкальным театром Станиславского и Немировича Данченко, который он превратил из рядового в один из лучших в Европе. Так происходит и с Большим театром, который в мире сейчас упоминают чаще, чем многие известные театральные бренды. Владимир Георгиевич, спасибо вам огромное за то, что пригласили нас к себе в гости. Мне очень приятно, что мы вместе, как в поезде. Сейчас чай нам уже поставили, проводники. Едем до какой-то станции, и вся жизнь наша, как поезд скоростной, летит. От одной станции до другой тоже какой-то путь. Если вот окунуться в прошлое, вот в детство, ваше детство было нелегким. Ну вот у меня ощущения нелегкости нет. У меня воспоминания о детстве как о чем-то абсолютно невероятно счастливы. И, конечно, первый человек, который вспоминается и который никуда не уходит из моей жизни, это мама. У нее была безумно трудная и тяжелая жизнь. Мама вставала рано утром, уходила на работу и возвращалась поздно вечером. А она где работала? Она работала, она была инженер коммунального хозяйства. Вот она работала в облсполкоме. А до этого она работала в бюро технической инвентаризации. Все то, что мама зарабатывала на нас сначала четверых, потом старшая сестра уехала учиться в Екатеринбург, а потом на троих, это все уходило только на еду. Только на еду. В субботу-воскресенье она работала, она брала дополнительную работу, потому что нужно было поднять четверых человек, и все четверо закончили высшее образование, каждый получил свою профессию. Александра Ильинична Урина, мама Владимира Георгиевича, рано потеряв мужа, тянула всю семью одна. Самый младший, Володя, рожденный в послевоенном 47-м, поздний ребенок, стал настоящим маминым помощником. Работать он начал, еще будучи школьником. Маме было уже много лет, она уже была пенсионного возраста, и поэтому необходимо было начинать зарабатывать деньги. Мальчишка, я с рулеткой, значит, ездил по области, по Кировской, мы обмеряли дома, потом мама делала чертежи, и этим самым зарабатывала деньги. И на самом деле, вот то, что мы зарабатывали летом, в основном, так я понимаю, это уходило на то, чтобы нас одеть. Александра Ильинична жила с четырьмя детьми в 16-метровой комнате. И всем хватало места. Не беда, в тесноте, не в обиде. А что до условий, вся страна после войны так жила. Спустя много лет Владимир Георгиевич случайно оказался в доме своего детства. Когда я вошел в эту комнатку, я пытался себе представить, ага, вот здесь стояла кровать, а была раскладушка. Представить, как же все умещались, как спали? Невозможно. Невозможно. А при этом все равно жили с соседями потрясающе, очень дружно. Один из соседей был моим очень хорошим другом. Посмотрев все советские фильмы, мечтал быть следователем, ловить преступников. Встал им. Встал им, да. Уехал на Украину. Значит, это. Дослужился до майора. А рядом в следующей комнате жил писатель. Человек, который писал книжки о спорте. Причем эти романы переводились на целый ряд иностранных языков. А там двое пацанов было, значит, у них в семье. Где эти люди, сейчас сказать трудно. Некоторых своих кировских друзей Владимир Георгиевич даже не смог узнать, приехав однажды в родной город. Я шел по городу, и меня откликает какой-то человек. Я поворачиваюсь, и я понимаю, что я его не знаю. И вы пошли дальше, да? Я пошел дальше. Он говорит, Володь, я останавливаюсь. Я говорю, вы кто? Он не называет свое имя, фамилию. Я говорю, да не может быть. И его друзья воровали. Он стоял там на шухере, как принято говорить. Его посадили. После этого он вышел, его опять посадили. Он уже сидел четыре раза. В очередной раз вышел. Он говорит, я сяду опять. Передо мной просто человек, который идентифицировать с тем человеком, мальчишкой, которым мы дружили, было невозможно. Какое же счастье, что Володя не болтался во дворе, а все свое свободное время проводил в детском театре кукол. Да, это была удача. Еще один сосед по дому оказался директором театра. И он пускал мальчишку на все спектакли. Володя с головой улегся театром. Записался в местный драм-кружок, куда однажды заглянул режиссер кировского телевидения. У мальчика началась новая жизнь. Звездная. Курина стали приглашать сниматься в телепередачах и спектаклях. В основном я играл в разных постановках двоечников. Был невероятно популярным человеком в Кирове. Меня узнавали на улице и показывали пальцем, говорили, вон, это с телевизора. Почему-то я решил, что из меня получится артист. И я поехал поступать в театральное училище после восьмого класса в город Горький. Вот. И поступил. На актерский? На актерский. А потом выяснилось, что в этот же год открыли училище и искусств у нас в театральное отделение. И там были два замечательных педагога. Федор Сан-Дембицкая, народная артистка, и Дмитрий Андреевич Дройся. И я перевелся из Нижнего Новгорода. И два года проучился на актерском отделении в училище искусств в Кирове. И в один прекрасный момент понял, что и из меня хорошего артиста не было. Мальчишка оказался самокритичным, копающимся в себе. Анализ своей игры, разбор роли рисунка. Такие качества свойственны, скорее, режиссером, а не актером. Володя, недолго думая, поехал в Ленинград поступать на режиссерский факультет. И поступил. И не к кому-нибудь, а к самому Товстоногову. В тот год Георгий Александрович как раз набирал новый курс. Я могу дать вам, говорит Георгий Александрович, профессию. Я могу дать вам методику, что такое режиссерская профессия. Все остальное зависит от ваших отдаренностей и талантов, а самое главное, от того багажа культурного, который вы имеете. Смотрите выставки, слушайте музыку, смотрите кино, смотрите спектакли. Каждый день. Впитывайте. Максимально впитывайте в себя. Тем более, что это было счастливое время, когда работал Георгий Александрович, когда тот же Карагодский работал на Ленинграде, когда в Москве работал Эфрос, Юрий Петрович Любимов, Олег Николаевич Ефремов, Андрей Александрович Гончаров. Я могу перечислять количество этих... То есть вам надо побежать и в «Современник» успеть, и на «Таганку» успеть? Все надо успеть. И мы садились вечером в пятницу на «Красную стрелу», либо в 23.55, либо в 23.59. Мы уже знали всех проводниц. Мы давали им 3 рубля. И они нам разрешали на верхней полке, вот эта верхняя полка, которая для чемоданов, чтобы только поставить чемодан. А я был худой до невозможности. Когда ты ложился там на эту верхнюю полку, то ты уже повернуться мог с трудом. Складывался как-то, да? Неважно, неважно. Ты все равно 4-5 часов спал, умывался и... Бодренький. Бодренький. А обязательно в субботу были спектакли утром и вечером. Ты обязательно смотрел в субботу утром спектакль, вечером смотрел, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. И опять же на стреле спокойно возвращался в Ленинград. В понедельник утром ты был, как штык на занятие. Вы отчисленный, молодой человек? Эта фраза прозвучала, как гром среди ясного неба. Володя не мог поверить, что его мастер по основному предмету влепит двойку. Сейчас уже трудно понять, почему Товстоногов, сначала без колебаний, взявший Урина к себе на курс, вдруг сменил милость на гнев. Но тогда Володе казалось, что жизнь закончилась, мир рухнул. От Товстоноговского студента без разговоров схватили в Институте культуры. Высшее образование Володя все-таки получил. Даже два. Понял, что мне Института культуры мало, как образовательного учреждения. Я поступил еще в один театральный институт, это был уже ГИТИС, на театроведческий факультет, и еще закончил одно высшее образование. У вас еще армия была? Вы не косили от армии? Это была отдельная история. А что косить? Я не совсем не армейский человек, просто по сути своей не армейский человек. Но я прошел потрясающую школу. Меня отправили служить на год в группу советских войск в Германии, где на каждого солдата было по три офицера. Такая была особая часть. Мне повезло, она была достаточно такой, не дедовщина. Без дедовщины? Да, дедовщина была, но она была... Лайт-вариант, да? Лайт-вариант, да-да-да. Меня долго не знали, куда пристроить. Они меня называли не иначе, как артист. Зачем? Вот, причем командир части, полковник, герой Советского Союза. Он мне говорил, ну ты, этот... Как ты вообще оркестром управляешь? Я говорю, я не дирижер, я режиссер. То есть он путал понятия дирижера, режиссера, да. Но дядька был совершенно невероятный с точки зрения человеческой и очень внимательный. Все. И они долго не знали, куда меня пристроить. Потому что, значит, все блатные должности... Ну, человек закончил институт культуры, ну вроде как бы куда его? Ну, да-да-да. Ну, завклубом. Занято. Писарь. Занято. Свои есть, да? Да. Значит, поваром глупо, потому что меня надо полгода учить. А травят еще не тупо. А нет, полгода учить в учебке, а через полгода мне на деньги. Невыгодно. Невыгодно. И он сказал, в месть часть пойдешь, сказал мне командир часть. Нашли мы тебе место, да? Ой, это было замечательно. И я прихожу, говорю, товарищ старший лейтенант, прибыл для дальнейшего прохождения службы. Он посмотрел на меня, по-моему, с ненавистью и сказал, так я и знал, что тебя артистам не дадут. Чувел, да? Всю эту фразу запомнил на все оставшиеся жизнь. Он совершенно замечательный. То есть он был просто все, да? Абсолютно счастлив. Да. Он говорит, ты анальгин от аспирина отличить умеешь? Я говорю, никак нет, товарищ старший лейтенант. Ничего. Так я и знал, да? Через две недели я отличал анальгин от аспирина, через три недели я делал внутримышечные уколы и так далее. Быстро освоил профессию медбрата. А в феврале там начался повальный грипп. А что такое в армии грипп? Это ничего страшнее нет. Я в течение почти месяца не ложился спать в кровать. Меня вот так за плечи будил, я спал за столиком, меня за плечи будил, потому что мы распределились, доктор занимался только офицерами, а я занимался солдатами. Всеми остальными? Да. А их было много? А их было много. И он меня будил для того, чтобы я давал лекарства, делал уколы и опять за столом засыпал. Вот. Так что школа была еще там. Ну, конечно, и поэтому такой был худющий. А худющий я был всю жизнь такой. Я всю жизнь. Форма как хават, по-моему. Я достал, я пополнял только уже, когда сидячая работа началась. А сидячая работа появилась совершенно случайно. Отслужив в армии и окончив институт, Володя по просьбе мамы вернулся домой в Киров. Александра Еленична считала, что в родном городе сыну будет легче найти работу. Уверенный в своих силах, Володя Урин рванул в Кировский театр юного зрителя. Ну что ж, Киров, встречай молодого режиссера Урина. Я пришел в Кировский театр. Я впервые тогда увидел Алексея Бородина. Он мне сказал, ну, у меня такой должности нет. А вы на какую должность поправили? Я хотел ставить спектакль. А, режиссер? Да, ну, конечно, 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 конечно. Я хотел ставить спектакль, он сказал, нет, ну, у нас тут с этим все в порядке, я, Елена Михайловна Долгина. Хватает своих. Да, хватает своих. Это был единственный раз, когда я просился на работу за всю свою жизнь. А во всех остальных случаях я никуда на работу не просился. Меня уже приглашали. И ровно через год у нас забрали директора на повышение. И у нас получалась ситуация, а у нас только-только собралась замечательная команда. И мы понимали, что сейчас нам назначат секретаря парт-организации директор. И мы поняли, что... Будет труба. Будет труба. И Бородин, меня мы гуляли по Кирову, наверное, это были летние ночи, это был июль месяц, и Бородин меня уговаривал стать директором. Я говорю, ну, я ничего в этом... Я творческий человек, я веду спектакли. Я ничего в этом не... Я хочу... Ставить. Да, значит, на что он уговорил меня и тем самым изменил мою судьбу. Владимир Георгиевич понимал, что невозможно, занимаясь организационной работой в театре, в перерывах ставить спектакли. Мечты о режиссуре ушли в прошлое. Урин принял предложение Бородина и окунулся с головой в директорскую работу. В СССР таких молодых руководителей театра никогда отродясь не видали. Смешная была история, когда я приехал, а тогда утверждали директоров Министерства культуры на коллегии, и я приехал, и секретарь, которая писала, значит, кто я, что, чего, какой, и когда я сказал, там, фамилию, имя, отчество, и год рождения, она так... Это она... Она почему-то... Я сказал, 1947-й, она пишет, 1937-й. Я говорю, нет-нет-нет, вы ошиблись. 1947-й. Она так поднимает на меня глаза и говорит, вы хотите сказать, что вам 27 лет? Но таких директоров не бывает. Я говорю, извините, бывает. 7 лет работы в Кировском ТЮЗе это 7 лет абсолютного счастья. Алексей Бородин стал главным учителем и соратником, настоящим камертоном в профессии. Как мотивировать людей работать за копейки? Искать надбавки, примировать лучших работников в ситуации всеобщей равниловки? Где найти деньги на постановочные расходы? Директор провинциального театра эта работа не для слабонервных. Вы даже представить себе не можете, какие проблемы. Когда, извините меня, один столер и у него помощник дядя Гриша, который с уникальными руками и который один делает декорацию. Купить же ничего было нельзя. Нельзя было достать никаких материалов, никаких особых красок. Материалы подбирались из того, что есть, и ты из этих материалов должен был шить те театральные костюмы, которые будут выглядеть как настоящие для той или иной пьесы. Эти хозяйственные заботы, а крыша при этом протекает. Понимаете, потому что она не ремонтировалась там 15 лет. А автобус, который возит на сельские гастроли артистов летом, на ладан дышит. Город 350 тысяч населения. Все это только знают. Когда ты выпускаешь спектакль, ну, предположим, для подросткового возраста, ты 10 спектаклей сыграл, и ты понимаешь, что у тебя уже зрителей нет. Нет. Все пришли. Все пришли, понимаете? И дальше что? А делать спектакль ради 10 спектаклей смешно. И дальше играть спектакль при пустом зале невозможно. Ты должен все время выпускать премьеры, ты должен все время обновлять репертуар. И, значит, новые костюмы, новые декорации, новая панерка, новая краска. Все то же самое. Но какое это было счастье, когда где-то через года 3, ну, по существу, мы проблемы со зрителями уже не знали в нашем зале. Театр полюбили, к театру стали относиться иначе. В театр пошел не только юный зритель. К нам приезжали все ведущие критики Москвы. на спектакли театра, на премьеры в город Киров. Приезжал Анатолий Миронович Смолиаскин, приезжал Михаил Филисович Швудкой, да, и на Агишево. То есть я могу сейчас перечислять, все ведущие критики того времени были на премьерах в Кировском театре юного зрителя. И потом 77-й год, и с громадным успехом прошедшие гастроли кировского тюза на сцене Московского театра юного зрителя в Москве. После чего Бородина и позвали руководить тогда Центральным детским театром. А Владимиру Урину предложили возглавить кабинет театров для детей и юношества и театров кукол во Всероссийском театральном обществе. И тоже перебраться в Москву. Спасибо, родной Киров, ты стал трамплином к новым творческим вершинам. Вы переехали в Москву. Это отдельная история. Во-первых, я тогда первый раз женился, поэтому начал свою семейную жизнь в Москве. Правда, первый брак был очень коротким. Пробный. Ну, не будем выдаваться в подробности. Меня хорошо знали во Всероссийском театральном обществе. Это было замечательное предложение, причем это предложение было в течение, я получил это предложение в два часа дня, в шесть часов вечера, Михаил Иванович Царев, народный артист Советского Союза, тогда председатель Всероссийского театрального общества, у себя дома подписывал распоряжение о моем назначении. И дальше началась замечательная и интересная жизнь, поскольку она опять была связана с детским театром, и это еще одна потрясающая компания людей, которые появились в моей жизни. Это лучшие люди страны, занимавшиеся детским театром. Главный режиссер Ленинградского ТЮЗа Зиновий Яковлевич Карагутский. Это великая Мария Осиповна Кнебель, педагог, актриса, режиссер. Это Адольф Шапира, возглавлявший театр юного зрителя в Риге, лучший в СССР. И, конечно же, Ролан Антонович Быков. Несмотря на то, что он занимался кино, но я тоже имел счастье быть с ним знаком и быть в очень хороших, теплых отношениях. Ролан Антонович с нами часто очень ездил на брянцевские чтения в разные города по России. И общение с ними было невероятное абсолютно удовольствие. Он же феноменальный рассказчик. Он зашел ко мне на пять минут. Я тогда уже был заместителем Михаила Саныча Ульянова. Было воскресенье, никого людей не было в СТД. И он пришел ко мне, и он сказал, у меня к тебе пять минут, не раздеваясь. Быстрее, на коротке. Мы с ним обсудили. Он рассказал мне одну историю, потом мне рассказал другую историю. Короче говоря, он шел от меня через пять часов. А я сидел, как ребенок, открыв рот, и слушал Ролана Антоновича, который... Это фейерверк. Это фейерверк впечатлений, эмоций, рассказов. У него было потрясающее, абсолютно детское восприятие мира. Не случайно он занимался детским кино, не случайно он снимал фильмы, адресованное детям. При всей его сложности характера он же был... Опять, не испытывал. Вот он в компании был, изумительный человек. И всякий раз, когда мы приезжали, на съемках, наверное, я с ним по кино не сталкивался, а вот в жизни, когда собирались те, кто служит детству, это правда была особая когорта людей. Это была особая когорта людей, да и на сегодняшний день это особая когорта людей, которые занимаются этим делом. На каждом заседании Урин призывал вкладывать деньги в детские театры, объясняя, что на творчество для детей экономить нельзя, что это наше будущее. За время работы в Союзе театральных деятелей Владимиру Урину удалось убедить правительство повысить зарплату всем артистам тюзов и кукольных театров. И она стала в полтора раза выше, чем у драматических актеров. Владимир Георгиевич, я услышал тут двух Михаилов вы упомянули, Царева, с которым вы были знакомы. Михаил Иванович Царев, да, ну и Михаил Иванович Царев, ну да, и Михаил Ульянов. Ну, я бы должен сказать, что Михаил Иванович Царев был далеко, он царь, да, он был председателем Союза, и вот он подписывал распоряжение о моем назначении, еще два-три раза мы встречались, но в абсолютно рабочем режиме. Он остался так. Он остался далеко, Михаил Иванович. А с Михаилом Ивановичем история очень интересная, потому что... Он сменил, да? Он сменил, да. Это вот был тот знаменитый съезд в Белом доме, и выступил Олег Николаевич Ефремов и предложил, что товарищи, ну сколько можно быть театральным обществом? Пора быть союзом театральных деятелей, то есть творческим союзом, и нам пора... Взрослеть. Да, нам пора взрослеть, нам пора отстаивать свои собственные интересы и так далее, и так далее. И вот тогда возникла идея, и тогда, когда выбирали нового председателя, это была достаточно драматическая, кстати, история, на мой взгляд, несправедливая по отношению к Цареву, но у нас в России революции любят совершать. И очень любят свергать авторитеты, часто не заботясь о этической, нравственной стороне вопроса. Если вы видели фигуру Царева, который уходил со съезда, вот когда начались все эти изменения, и предложили председателям другого человека, ничего более трагического я не видел. Это человек, который сделал для ВТО и СТД столько, сколько не сделал ни один председатель. Да, и в чем он провинился, да, что так провожать человека? Да, да, да. прямо скажу, театральный лют был достаточно жесток. А вот все, что касается Михаила Александровича, Ульянова, он пришел, я по-прежнему был руководителем отдела, и через месяц Михаил Александрович пригласил меня к себе и сказал, что он предлагает мне стать его заместителем. Спасибо, Михаил Александрович, но я вынужден отказаться, ответил Владимир Георгиевич. А Ульянову Урин вообще поначалу категорически не понравился. Об этом Владимир Георгиевич узнал позже, по секрету от самого Ульянова. А как все в итоге обернулось? Десять лет большой человеческой дружбы и плодотворной работы. Ульянова в Союзе любили. Два председательских срока пробежали как один день. И на съезде уже собирались переписать устав, лишь бы оставить его на третий срок. И тут в жизни Владимира Урина случился серьезный поворот. Три главных творца музыкального театра Станиславского Немировича Данченко, главный режиссер Титель, главный балетмейстер Брянцев и главный художник Арефьев взяли Урина в кольцо. Выручайте театру срочно нужен новый директор. Никакие аргументы Урина, что, мол, извините, у меня еще впереди год работы с Ульяновым, на них не подействовали. Мы договоримся, будешь работать и тут, и там. Надо сказать, что они действительно договорились с департаментом культуры Москвы. И я последний год работал там и там. И вот съезд, я уже все, сдаю все свои полномочия. Пришел домой уставший, и жене говорю, ни к телефону меня не зови. Звонок очередной. Моя жена говорит, возьми трубку. Я говорю, я же тебя просил. Михаил Александрович, беру трубку. Ну, что? Я говорю, в каком смысле? Что вы думаете? Я говорю, по поводу чего, Михаил Александрович? Ну, вот все же сегодня просили, чтобы мы остались. Я отстаиваю свою позицию, что я все равно уже, извините, директор театра. Я уже все полномочия сдал. И Михаил Александрович говорит замечательную фразу. Это вот не понравился, и через 10 лет. и он говорит, и он говорит, подумай, если ты передумаешь, а он никогда не говорил ты, всегда вы, вообще, первый раз, если ты передумаешь, я останусь. Без тебя я оставаться не буду. Вот эта история, которую я сейчас рассказал, это не к тому, чтобы себя похвалить, а эта история очень важных для меня людей, которые в моей жизни появились, и которые в моей жизни сыграли очень-очень важную роль человеческую. 10 лет работы с Ульяновым для Владимира Урина стали настоящей школой высочайших человеческих отношений, камертоном нравственности и неподдельных жизненных ценностей. Вот все, кто к нему обращался с просьбой, он старался всем без исключения помочь. Но если человек на такой должности находится, значит, кто-то пользовался его добротой. Это был ужас. Это был ужас. Мне звонят из приемной мэра и говорят Владимир Георгиевич, ну скажите Михаил Александровичу, чтобы он больше не подписывал такие бумаги. Я говорю, чего опять? Вот он опять подписал артисту Иванову. Назовем этого артиста так. Все его очень хорошо знают, поэтому не буду называть фамилию. Но дело все в том, что он уже третью квартиру оставляет женам, которых он оставляет. А ему снова нужна квартира. Ему снова нужна квартира. Ну пожалуйста, но есть же все-таки вещи, которые... Пожалуйста. Я прихожу, Михаил Александрович, пожалуйста. Давайте договоримся так. Вот вам дают письмо на подпись. Я его проработаю. Я вам все скажу, что за этим письмом на самом деле есть. А вы будете принимать решение. Вы захотите подписать, вы его подпишите, но вы будете знать реально, как... Что реально вы подписываете? Что реально вы подписываете? Хватало ровно на два месяца. Через два месяца опять приходило какое-то письмо. Михаил Александрович опять подписал в кого-то в защиту, что-то попросил и так далее, и так далее. И опять попал в какую-то... На те же грабли. На те же самые грабли, потому что люди подходят к нему, они ему рассказывают свою историю, он верит в эту историю. Вот. И попадает, попадал в невероятную историю. Профессия позволила Владимиру Урину общаться с множеством выдающихся людей, всенародных любимцев. И порой рабочие официальные встречи перерастали в большую дружбу. Такое преображение произошло в отношениях Владимира Урина и Майи Плесецкой. Невероятной сложности характера человека. А, да, да. Они легенды. Но за ней столько всего в ее судьбе, творческой судьбе, будучи студентом театрального института Ленинградского, я приехал в Москву и попал на утренний спектакль Большого театра Дун Кихот. Я на галерке, тогда я не мог представить себе, что я буду директором этого театра. Даже судьба. Даже, даже, да, даже мыслей такой не было. Вот. Стоял практически на одной ноге, потому что стояла толпа значит, людей. Я смотрел на сцену, артисты балета были вот такими маленькими. На одной ноге. На одной ноге. Скучно было невероятно. Но вот выскочила на сцену Плесецкая и оторвать глаз было невозможно. Если там вы почувствовали на галерке, что это что-то особенное. Да, я не знал потом, что я буду пить с ней водку. Но вы им о том сказали, как вы на одной ноге стояли. Я шучу, конечно, рассказывал. Конечно, рассказывал. Это было удивительно. Я очень благодарен Родиону Константиновичу. Дело все в том, что когда провожали Майю Михайловну, это было ее завещание, чтобы никого не было на похоронах. И на похоронах было всего на все 12 человек. В том числе ваш покорный слуга. мне позвонил Родион Константинович и предложил, если я хочу, чтобы я приехал, я сказал, конечно, я приеду. И уход у нее был великого человека. Она все свои аплодисменты и всю благодарность и любовь зрителей получила за свою жизнь. И понимала, что ей после этой жизни не нужно. и то, что они вместе с Родионом Константиновичем приняли решение о том, что, значит, кремировать, а после смерти Родиона Константиновича кремировать его и прах развеять над страной. То есть, чтобы никаких памятников, никаких могил, ничего. Это великое решение великой женщины. Она даже ушла актерски, как великая балерина. И оставила такой след, как комета улетела, и этот шлейф он остался. Пролетели, как один миг и 18 лет творчески насыщенной, эмоционально яркой жизни в театре Станиславского и Немировича Данченко. Было все. И два пожара, и масштабная реконструкция, и грандиозные премьеры и гастроли. Переход Владимира Урина в Большой театр многие восприняли как личную трагедию. Ведь Урин, по примеру своего учителя Алексея Бородина, хотел в Стасике создать атмосферу дома, семьи. И, как показало время, у него это получилось. Это было тоже очень счастливое время. Это была команда людей, команда очень талантливых людей. Мне кажется, что и у Димы было громадное количество талантливейших танцовщиков, и у Саши появилась очень хорошая труппа. Там звезды появились. Абсолютно молодых ребят. И, мне кажется, нам удалось сделать очень современный театр. Я был убежден, что я буду работать в этом театре ровно столько, пока буду нужен. Ни о каких мыслях, переходе куда-либо речи вообще не шло. Потому что это была уже созданная система, уже так работал механизм, что я мог спокойно в субботу, в воскресенье куда-то уезжать, зная, что в театре все будет. Так получается, что и снова здрасте. И вы, когда пришли в Большой театр, пришлось опять без выходных работать? Это же новое совершенно. Да, мы все уже это знаем. В принципе, с точки зрения директорской я получил достаточно хороший театр. Экономический, организационно, по профессионалам, которые сидят на местах. И, конечно, мы в первую очередь поменяли всю команду творческую. То есть мы поменяли музыкального руководителя, мы поменяли руководителя балета. Там была сложная ситуация, да? Как раз, когда вы пришли... Вы знаете, это имперский театр. Это театр с очень серьезными проблемами и болезнями, которые за 250 почти лет его существования... Не все возможно лечить. Да, и думаю, не надо. Это хронические болезни. Понимаете, хронические заболевания. Анамнеза есть. Анамнеза есть. А рядом с этим это театр, который имеет такие возможности, который не имеет ни один театр в России. А люди попадают в этот театр, в этом театре работают, они же очень хорошо устраиваются. И одно из любимых выражений, с которыми я сталкивался всякий раз, когда я разговаривал с людьми и говорил, надо вот сделать так. Знаете, что мне отвечали? А у нас так не принято. У нас принято так. Я говорю, и с каких времен у вас это принято? С 1901 года? А второе это ощущение собственной значимости. Когда вдруг появляется кто-то со стороны, наши коллеги приезжают, выступают на сцене Большого театра, все время жалуются все, что высокомерие, которое существует в Большом театре по отношению к нашим коллегам. Снобит так, да? Да. И этот снобизм внутри, это не только актерские амбиции, а актерские страсти, которые возникают. Ведь эти страсти-то по градусу будь здоров по сравнению с другими, потому что и люди-то талантливые же, все же люди-то невероятно талантливые. Да, тут такая квинтэссенция, да? Квинтэссенция. Понимаете? И вы получаете на самом деле сложнейшую систему человеческих взаимоотношений. Как все вернуть? Что, ребята, ну не смотрите вы на эту надпись Большой театр, вы не смотрите на эти 250 лет. Мы сегодня, сейчас работаем и доказывать можно только на сцене. Вот там либо получается, либо нет. Все остальное это все болтовня. А доказывать можно только сегодня и сейчас. Вот есть гром аплодисментов после спектакля. Только настоящих аплодисментов. И мы понимаем успех. Или мы понимаем плохо. Сделали плохо. То есть, может быть, для какого-то другого театра и хорошо, а для большого театра плохо. И не успокаиваться ни от аплодисментов, ни от того, что полный зрительный зал. Владимир Георгиевич, вот я слушаю вас и понимаю, что покой вам только снится. Знаете, много новых прибавляется проблем, которые требуют каких-то решений. Пусть все в Большом театре складывается хорошо, ну, как у всех у нас. Спасибо. Но дело в том, что все время новые обстоятельства. Какие-то вызовы. Абсолютно. А поручение, которое есть президента о строительстве и формировании филиала Большого театра в Калининграде. Вот только сейчас, значит, на 75-м году жизни заниматься... Заново все, с нуля. Заново с нуля заниматься строительством нового театра, а потом не только нового театра, но и формирование этого нового театра. А дальше надо обязательно выполнить мечту Бориса Анатольевича Покровского. И обязательно все-таки сделать реконструкцию камерной сцены. Уже даже есть решение премьер-министра, есть проект. Надо это сделать. Стоят очень непростые задачи. И по времени, и по ситуации, и по всему остальному. Вперед! 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 Энергичный! Вперед! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...